Добрый день, отец Наум. Говори. Да, добрый день. У меня одно такое предложение здесь, понимаешь? Ты как учитель наш, как отец духовный, ты дай нам наставление на вот этот рождественский пост. Потому что сейчас, вот видите, кругом столько, ну, такое смутное время здесь, и у вас, и у нас, и там, на святой земле. Наставление в посте. Ну, вот, у тебя хорошие примеры есть. Вот из Писания, из жития святых. Вот дай наставление, вот это очень хорошо будет. Обычно все вот в ферме дают наставление. Такое при начале постановки. Так, это уже все сделано. Одно дело, когда человек услышал, завтра повторяй. Другое дело, когда это изображено на бумаге. Книга. У меня есть книга, первое издание, и второе было. Кристину православию. Там о посте называется. Мы сразу разослали по всему интернету. Ну, наше содружество где? Больше добавить нечего. Надо читать внимательно, смотреть. Указаны какие дни. И питание, и воздержание. Там все написано. А сейчас с Кристину православию переиздали. Почти в два раза толще будет. И вот-вот она подойдет. Заказывай. Так что, все сказано уже. Я зачем буду время тратить на это, когда уже сказал? Так что, и ты говоришь... Ну, а оно как раз о посте, там не прибавляется ничего. Там все сказано. Притом там святые, жития святых, каноны церкви, Библия. Что святые говорили, там огромный материал. То есть, больше нигде нет в интернете. Да и вообще нету. Так что, мы приняли это, что ты сказал. И сразу говорим, у нас это уже все есть. Это подтвердит любое. Так что, милости просим. Тем более, у тебя книга на руках. Да, да. Благодарю. Аллилуйя. Спасибо. Так, я слушаю. Какие вопросы? Игнать Тихонович, с миром. С миром, дорогая сестра Девара. Игнать Тихонович, в вечерней правиле молитвы, там написана такая молитва. Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши. Вольные, невольные, соделанное словом и делом. Сознательно и поневеденью. Днем и ночью. В уме и в мыслях. Какая разница между умом и мыслями? Какая? Потому что взято по-славянски в уме и в помышлении. Ум, когда уже ты перевариваешь, а помышление только мелькнуло и проходит. Помышление, ну, просто мелькнуло и все, помышление. В уме, это ум, все здесь у меня. А помышление мгновенное. А оно приводит часто к тому, что если бывает, то помню, а это-то нету. И мы говорим в уме и помышлении. Так переводчики сделали на русский язык. Так что, ну, чтобы понятие было, даже тут редкий случай, когда церковно-славянский язык как бы раскрывает, что в этом слове. Вот так, все. Благодарю. Аллилуйя. Я все думала, тема отличается, мысли от ума. Ну, ума, мысли, там в уме, в уме. Человек думает, рассуждает, пишет об этом. А помышление мгновенно мелькнуло. Допустим, молитва и моление, это разница большая. Молитва, Господи помилуй, молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Молитва. А полное, когда вот утром или вечером считаем полчаса, это моление. Там все взятое. Святые отцы сказали, Василий Великий, Иоанники. Ну, вот один раз себе так взять в память, а потом будем правильно говорить. А то люди не знают, где молитва, а где моление. Хорошо, слушаю дальше. Вопросов нет, это тоже здорово. Все время мы подбираем, что новое возникает. Так что, слава Христу. Вот у меня иногда говорят, вот на меня нападают. Вот болитесь, когда говорите. Там из Вапи-то, там потоки лжи. Там не выскажи сколько. Где-то около 30 тысяч, наверное, я уже в черный список отправил только. Каждый день минимум 10-15 человек. По ношению, сквернословию, у них ничего нет. Им выпала такая участь. И люди это молятся. Молятся. Ну, а куда эта молитва-то пойдет-то, когда уже Дух Святой похвален? Они ухвалят самое святое, что у нас есть. Ну, и что здесь? Ничего. Он не избран. Не избран, и поэтому сатана пользуется этим прибором. У них и последователей много. Смотрите, сколько было у Троцкого, у Ленина. Сколько было таких? У Гиммлера, Генриха тоже были последователи, которые евреев там жгли. А вот мы знаем, что Бог будет судить по Слову Своему. А которые нападают, они Слово Божие не знают. Они не знают, что они плетут золотой венец тому, на кого нападают. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить ваше имя, как негодного Господу. Ибо гнали меня Господь, будут гнать и вас. Пятая глава Матфея, читаем, когда. Девять. Блаженство. Самое большое блаженство, когда тебя гонят. Велика ваша награда на небесах. Больше ни про что не говорится. А то придумали, кто ухаживает за больным и кто больной. Одинаковые награды. Нигде этого нет. Большая разница. Он больной, я сейчас пошел через дорогу, помог, там горшок вынес, накормил и опять пошел куда. А он лежит, гниет. Он один, заброшенный. Разное. Но награда, конечно, есть. И больше у того, кто болел. Сергей парализованный лежал он. Столько лет. Это же большой подвиг совершил брат Козлов. Сергей Георгиевич. Парализованный. Во славу Божию он подписывался. Вот здесь еще люди подходят. И когда я сказал, напишите всех, как вы пришли на наши ресурсы. И там его поминают. Через него пришли некоторые. Уже три человека нашлось. Это большое дело. Он из загробного мира продолжает искать людей. Как мы первый раз с ним встретились. Как все было. Ой-ой-ой. Так что мы должны оставить здесь память. Победителей. А они. Ну, чем больше ты крепче, тем больше будет гонений, как на апостол Павла. Дальше он продолжает. В опасностях на дорогах. В опасностях осталось же братья. В опасностях. Перечисляет, где был. В море тонул. Где в колодце его прятали. В глубине морской. Вот так. Так что мы счастливы, что у нас есть гонители. А горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Христос предупредил. А они друг друга хвалят, которые нападают. Ну, собак вот идет. Они. Лишь бы там не было причины никакой. Они друг за друга заступаются. Так и это. Так что ничего в сравнении с собаками. Псы бредящие лежа. Немогущие лаят. Это сказано к священникам. Так что слава Богу. А если никого нет, ты подумай, или враг хвалит, подумай, какое дело ты худое сделал, что враг тебя хвалит. Он не может хвалить. Если люди не верят во Христа и Спасителя мира, он что угодно будет говорить. Показывать разные книги. Вот так. Все? Вопросов нет? Тогда отхожу. Во славу Божию всех! Ольга Божию всех! Продолжение следует...